здравствуйте друзья меня зовут лариса и я рада вас видеть на нашей программе под парашютом где мы находимся под паровой защитой лучших профессионалов в сфере права цель нашей программы делать сложное простым и сегодня мы с вами поговорим о правой грамотности для самозанятых граждан и наш гость доцент кафедры конституционного и административного права юридического факультета казанского университета кандидат юридических наук руководитель магистра магистрской программы правовое обеспечение финансовой деятельности по из рахманова лисан минуровна здравствуйте здравствуйте большое спасибо что согласились выступить на нашей программе и рассказать о такой значимой теме я думаю можно сразу прийти к вопросам и первый вопрос самозанятые кто это такие ну как такового на самом деле термина самозанятого нету в законодательстве не закреплено это понятие законодатель налоговое законодательство апеллирует у нас понятием профессиональный налог на профессиональный доход и уже мы обыватели скажем тогда очень часто говорим о статусе самозанятых граждан по сути люди которые осуществляют получают доход профессиональный они подлежат налогообложению по вот этому режиму который появился у нас относительно недавно действует от 19 года и был кстати экспериментальным пилотном проекте четырех регионах наш регион тоже попадал в этот проект и вот на сегодняшний день действует уже на территории всей российской федерации и говоря об этом режиме хотелось бы наверное такую вот небольшую предысторию что предшествовало в конце 90-х наверное на протяжении уже 20 лет начиная с конца 90-х в нашей стране существовала такая огромная армия безработных граждан то есть на самом деле конечно они не были безработными но по большому счету эти те люди которые работали на себя теневом секторе теневом секторе государств экономики до совершенно верно и это на самом деле чревато неблагоприятными экономическими последствиями для государства фактически по данным ростата их количество составляло около 20 миллионов человек по данным то есть тут разнятся цифры по данным минтруда 16 миллионов в любом случае это огромная армия эти граждане получается что они не уплачивали налоги со своих доходов это во-первых ну а во-вторых они не уплачивали страховые взносы то есть наш бюджет недополучал день да да если бы таких граждан не было или их было бы в меньшем количестве возможно и не пришлось проводить эту пенсионную реформу в пенсионном фонде образовался огромный дефицит за счет недобора неуплаты этих страховых взносов но и ситуация такая парадоксальная что эти граждане они же граждане российской федерации они претендовали наравне с добросовестными налогоплательщиками на все гарантии которые предусмотрены конституции и фактически одна часть граждан россии паразитировала на другой части добросовестных налогоплательщиках и естественно это не могло продолжаться долго и вот государство стремление увеличить доходы бюджета принимает закон 18 году о экспериментальном режиме налога на профессиональный доход и такая практика конечно она существует во многих зарубежных странах но вот таких льготных ставок и условий нету ни в одном государстве а то есть это наш эксперимент который оказался удачным 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 то есть вот он у нас заявлен на 10 лет этот эксперимент и будет действовать на протяжении этого времени и в течение 10 лет нельзя менять те условия которые закреплены вот в этом законе ну то есть и те ставки льготные которые установлены я могу их озвучить это 24 процента если доход самозанятый получает от физического лица и 46 процентов прошу прощения если получает доход от индивидуального предпринимателя либо организации хорошо какая интересная история у этого закона и у этого института а на кого распространяется таким образом этот режим на кого он действует и кто не может под него ни в коем случае подпадать да вот участниками этого режима является только физические лица то есть организации уже не попадают но и здесь несколько избирательный подход если мы говорим о физических лицах это может быть статус и индивидуального предпринимателя то есть не обязательно нужно закрывать на статус у свой индивидуального предпринимателя можно быть и п и ну и обычный гражданин вот это единственный режим из 6 специальных налоговых режимов которые действуют в отношении обычных граждан физических лиц но ограничение есть для тех субъектов которые осуществляют профессиональную деятельность в частности речь идет о ком арбитражный управляющий адвокаты медиаторы оценщики то есть они не могут они не могут они на общем режиме налогообложения подают декларацию и соответственно сами исчисляют самостоятельно и уплачивают налоги хорошо а чем я как из лицом могу заниматься чтобы вот платить эту маленькую ставку налога если здесь какие-то запреты ограничения на сфер где деле чем угодно по большому счету потому что есть перечень официально утвержденные 140 видов деятельности 40 попадает под самозанятость под налог на профессиональный доход то есть это достаточно много тут перечень большой это начиная от блогеров наверное на сегодняшний день гувернантки водители кондитеры далее там репетиторы достаточно очень большой перечень кто попадает и даже вы знаете можно находиться одновременно на общем режиме налогообложения а также по какому-то виду деятельности ну вот например государственный служащий может быть не обязательно государственный любой человек который осуществляет трудовую деятельность и он работодатель у него удерживает налоговый агент 13 процентов вместе с тем может быть он у него есть собственности недвижимое имущество только обязательно жилое и сдает он его в наем вот в этом случае он может зарегистрироваться самозанятым и вот в части этого дохода он будет уплачивать налоги там четыре процента либо шесть есть то есть я будучи наемным работника могу одновременно иметь статус самозанятого да да совершенно верно совершенно верно и я как преподаватель юрист тоже могу оказывать услуги будучи самозанятым можно можно да но есть ограничение которое сам законодатель установил если вы оказываете услуги своему работодателю да допустим то в этом случае ни в коем случае доходы ваши уже не будут облагаться как профессионально обход закона возможно нельзя со своим работодателем и более того если с момента расторжения трудовых отношений не прошло более двух лет вот раз получение при оказании услуг выполнение работ с прежним работодателем налог будет уплачиваться по общему режиму 13 процентов ну да потому что режим самозанятых ведение режима самозанятых граждан до привело в том числе к тому что начали подменять трудовые отношения да 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 совершенно вот одно из негативных последствий а могу ли я будучи самозанятым например открыть свою кофейню или магазинчик небольшой так ну вы понимаете здесь если вы открываете магазинчик кофейню обязательное условие нельзя привлекать труд наемных работников то есть самому нельзя осуществлять эту деятельность трудовому договору и нельзя соответственно труд наемных работников более того там есть ограничение когда речь идет о перепродаже товаров вот в этом случае тоже нельзя то есть не иметь штате работников и не заниматься когда речь связана с профессиональной торговой деятельностью здесь тоже вот ограничение также кстати если уж мы вот затронули ограничения они касаются и при оказании посреднических услуг то есть когда заключается договор например комиссия агентирование или поручения а кто у нас по этим договорам работают посредников достаточно много да но те живут например риэлторы допустим риэлтор тоже не может быть самозанятым не может ну вот здесь вот такая интересная штука получается если он работает по посредническим договорах то не может а если он заключает договор на оказание услуг, то в этом случае в статусе самозанятого он может закрепиться. И, соответственно, льготные ставки налога. Какой интересный нюанс. А как стать самозанятым гражданином? Насколько это сложно? Здесь, наверное, можно сказать проще простого. Поскольку вообще следует отметить, что налоговый орган является пионером цифровизации среди публичных органов власти. И вот эти технологии цифровые внедрены, в отличие от других органов власти, даже органов финансового контроля достаточно давно. И здесь никаких усилий не нужно. Нужен только мобильный телефон, приложение Мой налог. Это одно, один вариант. И на сегодняшний день много... Есть кредитные организации, через которые можно это сделать. Их порядка чуть более 30. Далее, через госуслуги это можно сделать. Ну и можно на платформе на сайте ФНС. Там есть приложение налог на профессиональный доход. То есть... Мариантов масса. То есть ходить никуда не нужно. Все можно сделать дома в один клик. Встаешь на учет. И также, если как-то обстоятельства изменились, снятие с учета тоже происходит в один клик. Там заполняется в профиле специальный раздел. И фактически моментально это происходит. А как в таком случае нужно оплачивать сами ставки по налогообложению? Как происходит оплата? Оплата тоже происходит. Налога. Просто. Задача налогоплательщика в данном случае это сформировать чек. Вообще рекомендуется вот после того, как он получил доход, например, оказал услуги в бьюти-сфере, допустим, сформировать этот чек и отправить его вот в этом приложении. Если ты сразу этого не сделал, то нужно сделать не позднее 9 числа месяца следующего за отчетным. Налоговый период здесь один месяц. Далее до 12 числа тебе налоговый орган присылает сведения о том, сколько необходимо уплатить. И до 28 числа, соответственно, ты должен осуществить эту оплату. Тоже в приложении? Тоже в приложении. А если получилось так, что в этом месяце у меня не было прибыли никакой? Что в этом случае происходит? То есть, условно, я самозанятый гражданин, но не получаю деньги там каждый месяц. Вот у меня там раз полгода, может быть, что-нибудь будет. Проблем тоже нет никаких. Нет прибыли, нет дохода, соответственно, никакие сведения не направляются налоговый орган. Ну и... То есть нет такого, что я даже без прибыли все равно что-то плачу. Вот в том-то и дело, в этом, наверное, и привлекательность данного режима, что он как экспериментальный и вместе с тем, там такая оговорочка была, что не осуществлять мероприятие налогового контроля в отношении самозанятых граждан. Поэтому, если человек сам не указывает, не декларирует этот доход в приложении, то, соответственно, никаких начислений со стороны налогового органа осуществляться не будет. А не декларирование дохода в приложении чревато какой-то ответственности для гражданина самого? Теоретически, наверное, да. Вы понимаете, вот налоговый орган нас не проверяет, вас, меня не проверяют, но в рамках перекрестной проверки, встречной проверки какой-то, могут возникнуть обстоятельства, свидетельствующие о том, что человек получал доход. Такое может быть теоретически, но на практике пока это не проявляется. Вот насколько я знаю, таких примеров я не слышала. Поэтому все на добросовестности самого налогоплательщика. Таким образом, статус самозанятого является одной из возможностей занятия в профессиональной деятельности. Правильно? Но, смотрите, вступая в трудовые отношения, я преследую цель не только получения дохода, но и социальное страхование, пенсионное, пособие. А как обстоят дела социальным страхованием у самозанятых граждан? Да, вопрос тоже важный. Прежде всего, для самого налогоплательщика на самом деле, по общему правилу, страховых взносов нет. Не облагает страховыми взносами человек, который осуществляет деятельность статуса самозанятого. Это вроде бы и плюс, и вместе с тем минус. Я вот даже знаю несколько человек, которые предпочли статусу самозанятости упрощенную систему налогообложения. Именно как раз по той причине, что не уплачиваются страховые взносы. Но с недавнего времени есть возможность, государство предоставило возможность добровольного пенсионного страхования, и самозанятый может вносить ежегодно, эта цифра меняется, сумма по итогам 2023 года она составляет 42 870 рублей. В год. В год, да. То есть ты внёс эту сумму и таким образом осуществляешь накопление на дальнейшее пенсионное обеспечение. Засправленные работы. Да, да, да. Вот такое оно законодателям предусмотрено. С другой стороны, вот в рамках упрощенной системы налогообложения тоже уплачивается. А упрощенная система она для кого установлена? Единственное, что для индивидуальных предпринимателей. То есть обычно гражданин не может перейти, да? То есть тех случаях, когда у меня есть выбор зарегистрироваться ИП или стать самозанятым. Да, это индивидуальный предприниматель и организации тоже могут перейти на данный режим упрощенный. Но там плюс, вот именно для индивидуального предпринимателя, который индивидуально осуществляет деятельность, без привлечения наемных работников, он уплачивает страховые взносы в размере 45 тысяч рублей. Но эти взносы он может посадить на вычеты. То есть уменьшить размер налога по упрощенной системе. И у него может получиться значительно меньше, нежели в рамках статуса самозанятости. Но каждый случай индивидуальный. Здесь все надо просчитывать с точки зрения финансовой целесообразности. И давайте тогда подведем итог, да? Потому что я думаю, что вопрос о социальных выплатах, он, наверное, один из важнейших для тех, кто выбирает статус самозанятого гражданина. То есть, если я добровольно вношу взносы в фонд, то могу претендовать на получение пенсии пенсии и пособий. Да, совершенно верно. Хочешь, плачешь. Хочешь, не плачешь. Хорошо, большое спасибо. Вот вы также озвучили вычеты. Как обстоят тогда дела с вычетами у тех, кто платит налог на профессиональный доход? То есть, условно, я как наемный работник, да, с моей зарплаты уплачивается НДФЛ, я потом могу получить эти деньги, например, при покупке квартир, да, обращение в медучреждение. А если я самозанятый? Ну, вот здесь, к сожалению, никаких вычетов законом не предусмотрено. Вернее, они есть, я чуть позже скажу об этом, но те вычеты, которые в рамках налога на доходы физических лиц, они отсутствуют. То бишь, это вот вы озвучили имущественные, социальные, стандартные, инвестиционные, это вот как раз социальные вычеты. На эти вычеты можно претендовать только при уплате налога по 13-процентной ставке. Вот, то есть находясь на общем режиме налогообложения. Те же самые предприниматели, находясь на упрощенной системе, то уже не могут претендовать на эти вычеты. То есть он только с 13-ти процентов предоставляется этот вычет. Поэтому, к сожалению, таких вычетов нет. Но есть вычет, он даже, наверное, его бонусом можно налоговым назвать, в размере 10-ти тысяч рублей предоставляется единожды. Ну и подсчет у него, если математически к этому вопросу подходить, вот человек получил, допустим, 10 тысяч прибыли, дохода. Дохода. Этот вычет, он позволяет уменьшать ставку для, если с физических лиц там 4% доход, то до 3-х, а если с организацией ты получил СИП, с 6-ти до 4-х. Пока не закончатся эти 10 тысяч рублей. Да, ну вот как они заканчиваются. То есть вот 10 тысяч ты получил доходы от физического лица, ты должен заплатить по общему правилу 400 рублей. Да. Ставка будет 3%, то есть 300 рублей взыщут самозанятого, а вот 100 рублей пойдет в счет этого бонуса налогового. И он потихонечку будет уменьшаться. То есть вместо 10 тысяч он станет 9 900 и так далее. Вот этот вот хвостик в рамках 1% или 2% он будет за счет этого вычета взыскиваться последовательно. стимулирующая мера. Да, совершенно верно. Ну и работающая мера на самом деле приятно снижение налога, хотя и так ставка уже низкая на самом деле. А можете еще раз повторить размеры ставок? 4% когда получаешь доход от физического лица и 6% если этот доход получат от индивидуального предпринимателя и организации. А есть ли какие-то ограничения по размеру дохода, которые я могу получать в течение года? Есть. Ограничение 2 миллиона 400 тысяч рублей. А если я получила 3 миллиона прибыли в год, то что мне делать? Тогда по достижении 2 миллионов 400 необходимо даже не то, что необходимо, а налоговый орган фактически сам переведет вас на другой режим налогообложения. Снимает с учета как самозанятого снимает с учета, а там уже нет, заявление с вашей стороны должно быть там, по-моему, после снятия в течение 20 дней, либо вы переходите на другой специальный режим, либо остаетесь на общем режиме. Получается, что это налоговый орган считает мои доходы в течение года, не я должна сама подсчитывать. Ну, автоматически, да, они ведут учет, потому что вы сведения направляете в цифровом формате. приходит, что, уважаемый гражданин, вы слишком много заработали для самозанятого. В профиле там все видно, видно, сколько вычетов осталось, сколько вы заплатили и, соответственно, какой доход данного гражданина. Смотрите, вот при обращении, например, к ИП я получаю от него какие-то чеки. Правильно? А если я обращаюсь к самозанятому гражданину, какие документы я от него, например, получаю, если они мне необходимы, предположим, да, там, для фиксации совершенной сделки, и должен ли самозанятый гражданин также использовать контрольно-кассовую технику? Вот контрольно-кассовую технику использовать не должен. Я считаю, что это очень большое преимущество именно для этих субъектов. Вот. А чеки они выдавать могут, то есть они формируют доход и, соответственно, сколько получено, допустим, денежных средств, да, и вот эти чеки, которые отправляют налоговый орган, они их могут и предоставлять своему контрагенту, скажем так. Понятно. Очень хорошо вы озвучили все, что касается статуса самозанятых граждан, как им стать, сколько уплатить, какой доход можно иметь, подводя как бы итоги, а какие преимущества есть у статуса самозанятого и какие, возможно, риски есть у этого статуса, то есть, может быть, и опасения какие-то должны быть у граждан. Преимущества практически вот мы в рамках нашей беседы, да, нашего диалога уже озвучили, но я повторюсь еще раз, наверное, первое преимущество, оно заключается в простоте оформления, то есть фактически человек, находясь у себя дома, с телефоном в руках, можно осуществить все эти манипуляции, да, это очень важно, простота, во-вторых, исходя из этого, опять-таки, простоты, не нужно составлять никакую отчетность налоговую, не нужно применять контрольно-кассовую технику, статус самозанятого дает возможность легализовать свою деятельность, да, а коль ты ее легализовал, то уже у тебя есть официальные доходы, соответственно, при обращении в те же кредитные организации, при получении займов, кредитов, да, официально указать доход, получаемый этим гражданином, далее, если легализация дохода, соответственно, можно уже и рекламировать своего деятельства, не скрываться, да, не скрываться, вот это достаточно серьезные преимущества, особенно то, что касается неприменения контрольно-кассовой техники, неприменения отчетности и простота, быстрота осуществления манипуляций по уплате налога. А есть в дополнение какие-то возрастные ограничения для самозанятого дража? Просто вы так рассказали, как будто бы каждый школьник может иметь этот статус. Я вам сейчас озвучу, вот в Российской Федерации на сегодняшний день порядка, чуть более 8 миллионов зарегистрирующихся в этом статусе. Самому молодому гражданину 14 лет, а самому взрослому, скажем так, 95 лет, зарегистрирующихся в этом статусе. То есть, получается, даже дети могут получать То есть никаких ограничений возрастных нету. с 14 до, я не знаю, до бесконечности. Хорошо. А возвращаясь к моему предыдущему вопросу, а все-таки риски какие-то могут быть для самозанятых граждан? Пока в настоящее время я их не вижу. Поскольку, если ты не получаешь доход, ты просто не отчитываешься, ты не отправляешь сведения, никакой обязанности у тебя с этим не возникает. налоговых проверок тоже нет в отношении самозанятых. В самом законе это указано, на протяжении пока идет эксперимент десятилетний, проверок тоже нет никаких. Налогоплатильщик ничем не рискует. В данном случае он получает льготный режим налогообложения. В зарубежных во многих странах он существует, причем уже давно. Я вот в свое время еще изучала этот вопрос. Вот в Германии, например, он начинается по прогрессивной шкале начинается с 14%. Ну и фактически в европейских странах ну вот что-то где-то так, от 13 и выше. У них вообще прогрессивная шкала налогообложения действует. То есть не меньше. Причем во многих странах, в той же Германии он еще должен платить страховые взносы дополнительно. А в Южной Корее, например, он должен платить НДС почему-то в обязательном порядке 10%. Поэтому ставка значительно выше. Хорошо. А вы вначале сказали, что введение вот этого режима налога на профессиональный доход было вызвано проблемами теневого сектора, в котором находилось большое количество граждан. А нет ли у вас данных, статистики, информации, получилось решить эту проблему с вступлением в силу федерального закона, введением этого статуса? То есть есть успешные показатели? Ну, я думаю, я думаю, что мы на пути, потому что несколько ранее я озвучила цифры, по сведениям Минтруда их было 16 миллионов. Вот сейчас я озвучила статистику ФНС, что 8 миллионов зарегистрировано, то есть уже практически половина. И прогноз такой, что по итогам окончания 2023 года уже предполагается в районе 10 миллионов. Ну, нужно понимать, конечно, что это не все 10 миллионов осуществляют деятельность, но они зарегистрировались. И по цифрам вот на протяжении осуществления деятельности фактически около 2 триллионов они получили доход. Доход. Да, около 2 триллионов. А вы сказали, что это эксперимент пока. А ваши размышления о том, что будет, когда вот этот 10-летний период эксперимента подойдет к концу, дальше что будет с этим режимом? Ну, то есть станет он постоянным или трансформируется возможно? Есть у вас собственные прогнозы? Эксперимент успешный. Об этом свидетельствует то, что он распространился на территории всей Российской Федерации. Если в 20-м году присоединилось 19 регионов, то уже в 21-м вся Российская Федерация и территория Сириус, Байконур попадают под это. Да, то есть так и останется этот режим действующим. Просто утратит в 28-м году статус в данном случае экспериментального. Пока на сегодняшний день не все граждане могут участвовать. Вот иностранные граждане не могут перейти на этот режим. Могут только граждане стран-участников Евразийского экономического союза и Украины. И более того, есть такое ограничение. Сама система не позволяет. Если человек будет регистрироваться в качестве самозанятого с номера, который не относится к Российской Федерации, плюс 7 нету оговорочки, то у него тоже не получится зарегистрироваться. А нет ограничений по территории, на которой я нахожусь, оказывая услуги для самозанятого гражданина? На территории Российской Федерации нужно находиться. То есть я не могу пребывать на территории другой страны и в данном режиме. На территории другой страны, ну, если вы, скажем так, перманентно услуги, вот, сдаете жилое помещение, да, сдаете жилое помещение здесь, в России, ну, главное не утратить статус еще резидентов. Да, резидент и нерезидент. Поэтому, в общем-то, можно уехать какое-то время, может быть, вне страны, но уплачивать резидентом Российской Федерации. Просто не будет, наверное, технической возможности уплачивать налог, поэтому можно наперед, скажем так, да, переплату какую-то сделать. Это тоже допустимо. Да, допустимо. А не встречались ли вы с какой-то судебной практикой, связанной со статусом самозанятых? Не было такого? Пока нет на сегодняшний день. Видимо, это говорит о том, что спорных проблемных аспектов не так много, но они, наверное, возможно, возникают, без этого никак не может существовать практика. Но вот именно материалы судебной практики не встречала. По всем другим видам режима налогообложения они есть, их достаточно много, по самозанятым нет. Ну, наверное, это хорошо, что эксперимент оказался таким удачным. что, в общем-то, урегулированы все такие проблемные аспекты законодателям, раз вопросов немного в этой связи. Но, тем не менее, правовая грамотность необходима самозанятым гражданам, потому что это основа любой профессиональной деятельности. Именно правовая грамотность для самозанятых, аналогия на профессиональный доход. Мы с вами сегодня разговаривали с доцентом кафедры конституционного и административного права юридического факультета Казанского университета. Руководителем магистрской программы правовое обеспечение финансовой деятельности Федор Рахмановой Лисан Минуровной. Я думаю, мы можем завершать нашу с вами беседу. Большое вам спасибо за то, что вы посетили нашу программу. Ну и в завершении хотел бы вам дать слово. Может, вы подведете какие-то итоги или у вас будут какие-то советы для наших зрителей. Ну, прежде всего, я хотела поблагодарить вас, Лариса Сергеевна, за приглашение и то, что вот мы с вами обсуждаем такую интересную, актуальную тему для обычных граждан, обывателей. Любой человек с этим может столкнуться. И, конечно же, не все в правовом поле находятся, но, тем не менее, я хочу, чтобы вы в себе на заметочку многие наши соотечественники взяли вот именно этот режим налогообложения как наиболее льготный для уплаты налогов. И он с учетом того, что еще для кого-то это тоже интересно, что не нужно платить страховые взносы. То есть, речь, может быть, идет о тех же пенсионерах, которые уже находятся, получают финансовое обеспечение в виде пенсионных выплат. Поэтому предлагаю присмотреться к этому режиму пристальнее. Большое вам спасибо. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова